Я с детства любила придумывать танцы всякие, что меня никто не заставляет, а я сама придумываю и танцую то, что хочу. И как бы прямо за несколько месяцев я стала главным хореографом сборной Грузии на тот момент, потому что мы жили в Тбилиси. Но у нас получается так, что это четвертое поколение уже в спорте. Мой отец был директор научно-исследовательского института физкультуры и спорта. То есть я росла среди олимпийских чемпионов, и мне спорт был позже чем-то родным. И вот этот синтез спорта и искусства, он как-то в свое время сработал. Я приехала сюда, будучи заслуженным тренером Грузии. У меня к тому времени было несколько заслуженных мастеров спорта. Девочки с первого же чемпионата мира, когда мы с супругом были еще студентами, они привезли 18 золотых медалей мира и Европы. И нас награждали и вручали звание заслуженного тренера. И когда муж зашел и говорит, ты посмотри, что можно сделать с этого зала, я думаю, какой он мечтатель. Что можно сделать с этого голого пола, ни ковра, ничего. Но постепенно как-то нам дали кусочек зала. И каждый год у нас были чемпионы мира, Европы. Я, знаете, вчера пыталась почитать, и мне кажется, что это будет просто неприлично. Потому что уходит где-то за 50 количество чемпионов мира, Европы за 60, еще больше. И 23 вот заслуженных мастера спорта. Силовая затрата, Жавань, больше на технику у тебя работает? Ну, начала работать с новьями. У них своя точка зрения, у меня своя точка зрения. Но, видимо, вот в общих спорах во всем мы приходим к чему-то хорошему, потому что достижения никоим образом не упали, они увеличились еще больше. И мне очень нравится, что они такие работоспособные и очень творческие. Вот сегодня ты чемпион, а завтра ты должен соревноваться не только с твоими соперниками, а ты должен соревноваться с самим собой. Ведь твои соперники, когда ты выиграл, они взяли эту планку. Они хотят эту планку преодолеть. И тебе оставаться на ней никак нельзя. То есть ты должен идти дальше, выше и соревноваться уже даже с самим собой, который был там на первом месте. Я мечтаю о том, чтобы нас допустили все-таки на мир или Европу. Если это не получится, поднять вот всех тех детей, которые вы видели сегодня в зале, чтобы они достигли тоже таких высот, как все наши предыдущие спортсмены.